Недавно один из российских музыкальных сервисов представил обновление. Он научился блокировать и ограничивать доступ к аудиоматериалам, которые могут нанести вред детям. Еще 1 сентября 2012 года вступил в силу закон Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. По нему видео и аудиохостинги должны были тщательно наблюдать за контентом, который выкладывается на их площадках. Если тогда алгоритмы могли выполнять только часть работы по поиску потенциально опасного материала для детей, то в наше время искусственный интеллект научился полностью распознавать медиапродукты, которые содержат нежелательные слова и призывы к опасным для жизни действиям. Как правило, треки с недетским содержанием обозначают специальные буквы Е, что означает explicit content, в переводе на русский нежелательный контент. На сегодняшний день нейросети находятся на высоком уровне развития. Буквально последние несколько лет масштаб развития нейросетей приобрел особый характер. То есть, если раньше использовались классические алгоритмы машинного обучения, то сейчас, конечно, все используют именно нейросети. То есть, включая как в России у нас активно это все развивается, так и в Казанском университете. То есть, в частности, нейросети используются как в властях, например, машинного зрения, медицины, так и с точки зрения анализа текстов, анализа изображений на различные уязвимости, на различный опасный контент. То есть, как это работает? Каждой картинке, например, или каждому тексту расставляются какие-то метрики от 0 до 1, и на основании уже вот этих опасностей нейросеть не сама блокирует контент. Нейросеть посылает операторам информацию, что есть вот с такими-то оценками такие-то изображения или такой-то текст, и уже операторы решают. На сегодняшний день уровень развития нейросетей позволяет распознать даже малейший намек на опасный контент. Внутренний процесс работы искусственного интеллекта вмещает в себя долгий путь обучения. Изначально главную работу делает человек. Именно он отправляет запросы и жалобы администраторам хостингов. Только после обработки множества таких жалоб технология распознавания может самостоятельно определить не только наличие нецензурных слов, но также призыв к незаконным действиям. Например, в песне скрытно завуалированы мотивы экстремизма или опасное поведение лирического героя. Нейросеть распознает это и поставит аудиоматериал в нужную категорию или направит запрос для его удаления. То есть, на самом деле нейросеть сама по себе ничего не сможет. То есть, это не просто алгоритмы, которые работают. А нейросеть, она работает на базе какой-то выборки, какого-то обучения. То есть, первоначально, чтобы найти вот этот самый опасный контент в социальных сетях, в интернете. Это все размечают люди. То есть, поступают жалобы, люди отмечают какой именно опасный контент. То есть, например, на картинках. В современной неросети они способны распознавать не только образы на самих изображениях, но и проводить анализ того, как образы эти относятся друг к другу. То есть, например, они распознают не только саму, например, опасную или запрещенную символику. Они распознают, например, что не просто есть человек, а там, например, человек с ножом или человек производит какие-то опасные действия. И на базе вот этой скопленной информации уже расставляются метрики, то есть как это работает. Каждой картинке, например, или каждому тексту расставляются какие-то метрики от 0 до 1, и на основании уже вот этих опасностей нейросеть не сама блокирует контент. Нейросеть посылает операторам информацию, что есть вот с такими-то оценками такие-то изображения или такой-то текст, и уже операторы решают. На базе Казанского федерального университета существует лаборатория, которая занимается развитием искусственного интеллекта. Помимо распознавания лингвистического текста и модерации нецензурных выражений на просторах интернета, сейчас разрабатываются и другие социально значимые проекты. Все это говорит о том, что цифровое будущее не за горами. Мало того, оно уже приблизилось вплотную. Валерия Карташова, Маргарита Михайлова, Универновости.